Здравствуйте! Сегодня в студии программы «Взгляд из Венспаса» Евгений Новиков. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о результатах состоявшейся вчера в Риге встречи по поводу реформы в образовании, о традиционном мероприятии, где собираются дети с особыми нуждами, о концерте учеников музыкальной школы Эмилса Дарзиня и о других новостях. Вчера представители самоуправления Венспасского края встретились в Риге с министром образования и науки Илгой Шуплинской и представителями министерства, чтобы обсудить, как реформа образования повлияет на работу школ Венспасского края. Впечатление от того, как прошла консультация, сформировалось довольно позитивное. Гунт Исмачтам сравнивает его со встречей летом с представителями ВАРом, касающиеся вопросов об осуществлении административно-территориальной реформы. Так, как и называется консультация, могла бы быть, как консультация управления. И в прошлый раз я бы не сказал, что нас услышали, мы просто прослушали лекцию министра и все. То на этой встрече с министром образования ситуация была совершенно другой. У меня сформировалось мнение, что нас услышали. И самое главное, на мой взгляд, брать во внимание специфику и особенности края с акцентом на качественное образование детей. Поняла, что есть вещи, которые изменятся. И это было очень важно, что нас услышали, и наши рекомендации взяты во внимание. Во время консультации были услышаны все аргументы и проблемы, так как в каждом регионе ситуация разная. Для правильной аргументации также была важна ранее проделанная работа. Записали главные наши факты, задали дополнительные вопросы, высказали свое мнение. Думая о введении нового учебного содержания 1 сентября 2020 года, разработали доступные учебные корзины для учеников. И министерство образования было удивлено, что мы это уже выполнили. Гунт Исмачтам сообщил, что среднюю школу в Пилтоне вполне возможно придется ликвидировать, так как числа учеников в течение нескольких лет недостаточное. В то же время Угольской средней школе это не угрожает, поскольку эта школа достаточно далеко находится от других средних школ. Окончательных решений во время встречи с министром принято не было. Когда в марте будет конечное сообщение, я думаю, что они примут во внимание то, что мы сказали. По крайней мере, такое впечатление у нас вчера появилось. В Энсплском крае насчитывается 9 общеобразовательных школ, 2 из которых в настоящее время являются средними школами, а также специальная начальная школа Аннахейтеп. На этой неделе в Энсплсе в детском саду Эглите состоялось традиционное благотворительное мероприятие, в которых приняли участие дети с особыми нуждами. В гостях у группы Церебеня побывали ученики 2-й основной школы детки и подростки из Центра поддержки семей и детей-инвалидов Цимдинж. Приняли в этом участие и ассистенты, и учителя. Мы воспитываем им деток, что мы все разные, и что у нас у всех разные потребности. Мы призываем детей быть более внимательными, уметь сострадать и обращать внимание на то, если кому-то нужна помощь. Вот поэтому так и родилась эта идея. Мы интегрируем наших маленьких деток во все праздники в детском саду. И рядом с нами соседствуют детки из С-класса, и на наши мероприятия приходят дети из 2-й основной школы и из Цимдинжа. Актовый зал был разделен на несколько игровых зон, где ребята могли попробовать поиграть на музыкальных инструментах, принять участие в старинных детских играх, превратиться в принцесс и рыцарей. В этом году у нас такая мастерская для самовыражения, где каждый может сам выбрать для себя занятие по своим силам. Возможно, это сделать и в одиночестве, или вместе, не мешая друг другу. И быть счастливыми от того, что мы в этом году можем встретиться здесь, хоть и не у настоящего костра, но интерактивная доска нам сегодня помогает создать такое теплое настроение. Воспитание толерантного отношения к людям с особыми потребностями начинается уже в детском саду. Наши дети, обучаясь вместе с детьми с особыми потребностями, привыкают к мысли о том, что хоть мы все и разные, мы живем рядом друг с другом и нуждаемся во внимании и заботе. Все, что нужно этим детям – любовь, понимание и терпение. Часто мы в повседневной суете проходим мимо, стараемся не замечать их, но это неправильно. Они рядом с нами, и мы им нужны. Мне хочется сказать, что в какой-то степени они точно такие же люди, как мы, только мы можем свои недостатки скрыть, а они нет. Возможно, в этом и разница. И если вы их встретите на своем пути, поговорите с ними, скажите привет, поздоровайтесь, протяните руку. Они очень отзывчивые, и им очень не хватает общения. Они всегда открыты и доверчивы, и нам только надо избавиться от страха и просто принять их. Особый ребенок делает особенной жизнь всех своих близких и окружающих его людей. И эти встречи, ставшие уже традиционными, необходимы не только этим деткам, но и взрослым. Ведь даря им любовь и радость, мы становимся светлее и лучше. Этой весной исполняется 75 лет Рижской музыкальной школы имени Эмила Дарзеня. И на этой неделе ученики и преподаватели музыкальной школы представили свою концертную программу на большой сцене концертного зала Латвия. В общей сложности у зрителей была возможность насладиться 12 различными представлениями. Для нас это большая радость, честь и удовольствие здесь быть. Я думаю, что не только сегодня, но мы знаем, что и в будущем у нас есть в планах сотрудничество двух школ. Я думаю, что это замечательно, что две латвийские профессиональные музыкальные школы могут сотрудничать в таком виде. На концерте «Зимняя мозаика» слушателям была представлена камерная музыка. Цель заключалась в том, чтобы познакомить зрителей с тем, чему можно научиться, и какие музыкальные инструменты можно освоить в музыкальной школе. Концерт состоял из нескольких глав. Одна из них – перкуссии. Это, конечно, замечательный опыт, потому что в классах мы, конечно, можем прекрасно играть. Но кто нас там слышит? Другие преподаватели, родители, концертмейстеры, руководители отделения. Но хочется своими навыками, чему мы научились – показать и похвастаться перед другими. И это замечательная возможность. И это не наказание – приехать выступать в Венсполсе. Это большая честь. Ученики школы имени Эмила Дарзеня, молодые музыканты, также были в восторге от первого выступления на сцене – концертного зала «Латвия». Соня – одна из самых талантливых музыкантов в школе, выступила, сыграв на маримбе. Как ты пришла к занятиям музыкой? Моя мама выбрала. Я сначала хотела пойти в балетную школу, но так как балетом занимаются с четвёртого класса, меня отвели заниматься музыкой. Какое впечатление от Венсполса и от выступления в этом концертном зале? Концертный зал большой. Мне очень понравился. Густав, который исполнял на концерте произведения на контрабасе, изначально в музыкальной школе научился играть на фортепиано, затем на тромбоне, но из-за несчастного случая не смог играть на нём, поэтому уже седьмой год он сосредоточился на струнных инструментах. На мой взгляд, всё очень современное. Пока что такое в Латвии нигде не увидеть. Это уже третий концерт музыкальной школы имени Эмила Дарзиня в Латвии. Дальнейшие юбилейные концерты пройдут в Цесисе и Резекне. Каждый раз в концертной программе принимают участие другие учащиеся, чтобы как можно больше детей и молодых людей могли получить опыт выступления на сцене. С открытием в нашем городе концертного зала Латвия театральный дом Юра Сварты не отошёл на второй план и не потерял свои позиции как центр культуры в городе. Здесь не только проводятся различные музыкальные мероприятия, выставки и встречи с интересными людьми. В первую очередь это театральный дом. И именно сюда приходят венспилчане, чтобы посмотреть театральные новинки и насладиться игрой своих любимых актёров. Курзанская филармония тщательно отбирает постановки, которые будут представлены венспилчанам. На этой неделе наш город со спектаклем «Миссия невыполнимо» посетил Рижский театр «Дайлес». И это только начало. О том, что нас ждёт в новом сезоне, мы поговорили с продюсером театральных художественных программ Курзанская филармония Робертом Гринбергсом. У нас состоится спектакль Латвийского театра оперы и балета. Мы планируем, что в этом полугодии, в мае, это будет балет. И, как вы понимаете, репертуар и даты ещё согласовываются. Также запланированы спектакли и для детей. Это спектакли Национального кукольного театра. В феврале это будет спектакль «Маленькая ведьма». И, конечно же, Валмерский театр приедет со своим спектаклем для детей и молодёжи, в котором принимают участие музыканты Ренар Скауперс и Горан Гора. В Венспил со своими спектаклями приедут Латвийский национальный театр, Лепайский, Валмерский театры, Рижский театр русской драмы и Новый Рижский театр. Так что весенний театральный сезон обещает быть разнообразным и интересным. Напоминаем, что сегодня 17 января и завтра 18 января ещё можно приобрести в кассах театрального дома Юросвард и абонемент на спектакли весеннего театрального сезона. В настоящий момент на четвёртом этаже замка Ливонского ордена находится очень романтичная женственная выставка под названием «Шарм и секреты кружева». На ней посетители смогут познакомиться с историей французского и европейского кружева. Эта выставка создана совместно французским институтом с Латвийским музеем. Основа составляет коллекция Анны Ками. Эта выставка своего рода взгляд на историю кружева и его секреты. Секреты создания кружева. Самые старинные экспонаты 16 век. И я думаю, это замечательный взгляд на историю костюма, но в одной сфере, связанной именно с Европой, с Францией. Роль кружева в женской одежде имеет богатую и бурную историю. Богатую, ведь благодаря технологическому развитию постоянно обновлялись технологии создания кружева, а также бурную, поскольку она чередуется эпохами расцвета и спада. На выставке также представлены экспонаты из Рунбельского, Венсплского и Тукумского музеев. Из Венсплса витрина под названием «Кружева провинциального города». Разумеется, мы не можем равняться с крупнейшими парижскими производителями и их традициями, которым уже 300 лет. Но надо всё же сказать, что мы гордимся тем, что рукодельницы из Венсплса и Венсплского края были достаточно знающими и искусными, чтобы создавать интересные вещи. Эта передвижная выставка впервые была показана в Лепой, потому что именно там находится фабрика «Лаума», где кружево играет и сегодня очень важную роль. Представители музея из Тукумса также приехали на открытие выставки в Венсплсе. У нас в Тукумсе выставка проходила в замке Дербе. Выставка вызвала большой интерес как у местных жителей, так и у туристов. И особенно большой интерес проявили преподаватели рукоделия и женщины, которые сами рукодельничают. Они хотели больше узнать о плетеном кружеве и как оно создавалось. Выставка показывает, что в древности кружево были не только символом женственности, но и были представлены в мужской одежде. Во время Ренессанса ношение вышитой одежды было привилегией особого социального статуса. Это упоминала и куратор выставки Анна, что изначально в мужской моде кружево было даже более распространено, чем в женской. Если мы посмотрим на костюмы, которые мы здесь видим, то и тут в мужской моде много кружева, очень изысканного и красивого. Планируется, что в ближайшие недели можно будет встретиться с самим куратором французской выставки Анной Ками, чтобы больше проникнуться идеей и целью выставки. Благодарю вас за внимание. Увидимся с вами в понедельник в это же самое время. Хорошего вечера и выходных. Театральный дом Юра Сварты приглашает приобретать комплекты билетов на весенний театральный сезон. Театральный дом Юра Сварты начал продажу абонементов, и их сейчас активно покупают. В этом году программа абонемента обширная и включает в себя семь спектаклей. Вы можете купить абонементы на спектакле в кассе Театрального дома Юра Сварты. Стоимость комплекта составляет 59 евро 50 центов. Пятипроцентная скидка предоставляется владельцам карты друга Театрального дома Юра Сварты. В эти светлые и праздничные дни венспилсчан приглашают побывать на традиционных святках. 17 января в Центре культуры гости смогут посетить 19-й фестиваль славянской духовной музыки «Рождественские колокола». Тема этого года «Ангелы радуются». А 18 января в Центре культуры святочные вечерки. Перед вами выступят венспилские творческие коллективы и исполнители. Особые гости из Лейпай. Ансамбль народной песни «Вольница».